16 ноября на базе энергетического колледжа города Каспийска состоялся круглый стол, где участники обсудили защиту духовно-нравственных и семейных ценностей как средства профилактики идеологии экстремизма и терроризма. Прошла встреча в рамках первой дискуссионной платформы «Религия и современный мир». С приветственным словом к студентам выступил заместитель министра по национальной политике и делам религии Дагестана Расул Гаджиев. Сегодня вы прекрасно пользуетесь достижением современных технологий. Мобильный телефон у всех есть. Даже вот сидя здесь, наверняка, вы сейчас до сих пор продолжаете читать то, что там пишут, то, что говорят, то, что это. Наверняка дискутируете. Это, с одной стороны, очень хорошо. Технологические достижения нам дают, значит, с одной стороны, облегчают нашу жизнь, облегчают нам решение своих каких-то задумок, получают какие-то знания. Это очень хорошо. Но, с другой стороны, я просто хочу вас ориентировать, сказать, что и дает, к сожалению, очень сильные отрицательные эффекты. Спикерами встречи выступили заместитель главы Каспийска Гусейн Онкилов, председатель Совета старейшин при главе Республики Дагестан Ибрагим Ибрагимов, заместитель министра по физической культуре и спорту Гайдарбек Гайдарбеков, начальник управления культурой города Аскирхан Гасанов, председатель Совета имамов Каспийска Мурат Исмаилов, а также представитель Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви Иерий Владимир Фючаков. Он напомнил о событиях, произошедших недавно в столичном аэропорту. На весь мир, конечно, мы прогремели Дагестан, вот этот наш небольшой аэропорт Утаж. Но это большой минус Дагестана, когда только начался развиваться туризм, только люди начали тянуться в Дагестан. Многие, вы просто не представляете, приезжают туристы, они, естественно, посещают православный храм, приходят, и они с огромной благодарностью нам говорят, что нам республика очень сильно понравилась. Ну, люди, таких людей, говорят, нет нигде у нас по России, как в Дагестане. Просто ваше гостеприимство, ваше тепло, ваша отзывчивость, ваша простота. Сейчас таких людей очень тяжело найти, как говорится, на белом свете. Далее присутствующие продолжили круглый стол в формате диалога. Студенты задавали гостям интересующие вопросы, а также обменивались своими мнениями.